итак почему же я выбрал именно данную модель корпуса я сейчас начну подробно и подробно потихонечку рассказывать так ножки резиновые приклеены относительно ровно если можно так выразиться внизу очень нужный пылевой фильтр корзина откручивается для жестких дисков она к сожалению без резинок без демпферов поэтому вибрации жестких дисков будут передаваться на корпус так здесь у нас всех о как он легонький и аккуратненький до этого у меня был корпус nzxt это довольно популярный на моем канале видео но у nzxt вот эта передняя стенка она была полностью закрыта и жаркой видеокарте rx 480 было очень мало воздуха чтобы забирать вот с этой боковой стенки поэтому данная модель мне понравилась тем что она полностью открыта сюда можно установить три вентилятора по 140 или по 120 если мне не ошибаюсь так магнитный фильтр очень такой классный качество корпуса на первый взгляд очень классно если его еще заморочиться и усилить какой-нибудь виброизоляции будет вообще супер так как этот корпус пойдет на продажу то соответственно я не буду снимать пленки поэтому будем в обзоре смотреть только с пленочкой когда себе купите уже можете снять это получить удовольствие так стекло довольно таки тонкая миллиметра наверное три с половиной может 4 от силы края завальцованы и особо не поранитесь так вот здесь у нас резиновые какие-то липучки его приклеены сейчас мы чуть-чуть переклеим поровне а это резинки на магниты которые смягчают удар при закрытии хлястик очень полезно сделать если он вам не нужен будущем можно подогнуть и убрать так здесь документация и технические характеристики так вот видео в 4к поэтому все будет видно зацепила качество и цена этого корпуса потому что он стоит 3200 рублей корпус от фирмы энзотекстиль стоит 7500 и честно признаюсь я не понял за что там платить 7500 просто не стоит этих денег там переплата за бренд это сто процентов идет половина цены корпуса ну энзотекстиль но 4000 там красная цена ему но никак не с половиной без блока питания как его продают но на первый взгляд я смотрю мне все здесь пока нравится переклеил то что я две резинки так это продолжение видео про корпус от фирмы z-гейминг в белом исполнении показать в мельчайших деталях как выглядит имеется кнопка лет подсветки включения выключения один порт usb 3.0 и два порта usb 0 также микрофон наушники что очень удобно вот этот магнитный пылевой фильтр на самом деле если из компьютера воздух выдувается сон наверное непонятно зачем и нужен но пускай будет чем лучше его бы не было здесь большие отверстия здесь отличная проницаемость проходимость воздуха будет также здесь на передней панели можно поставить три больших вентилятора качество покраски просто идеальная задняя крышка 2 быстро съемных болтах сюда можно установить вентилятор 140 миллиметров нижнее расположение блока питания закаленное стекло дверь открывается на петлях что очень удобно здесь у нас магниты нажимается открывается фирменный логотип с хорошей отрисовкой вот это подшипник ни одного блогера такого нету так здесь приличное расстояние для укладки всех кабелей сейчас мы будем устанавливать блок питания туда как раз фирмы corsair и я вам покажу что длины кабелей все здесь предостаточно вот все это лишние кабели можно убрать вот сюда здесь у нас имеется корзина для жестких дисков она к сожалению без резиновых уплотнителей поэтому вибрации будут передаваться на корпус но если положить один жесткий диск вот сюда на демпфирующую прокладку то никаких вибраций не будет передаваться это уже такой лайфхак я уже таким занимался делом на прошлом корпусе nzxd так сейчас покажу вам еще дно корпуса здесь конечно китайцы не совсем ровно приклеили проклад под проставки вот эти ну ладно собороле не играет это вот здесь вот пылевой фильтр довольно таки такой мягонький вытаскивать его не то чтобы прям удобно но такая возможность есть и это уже хорошо это что он вообще здесь присутствует вот ну все дальше сейчас посмотрим на блок питания и будем сюда установить так еще один важный момент это передняя сетка крышка снимается она очень просто как оказалось она поддевается вот здесь снизу тянется на себя и вот эти все крепежи они прекрасно выскакивают это нужно будет делать не так часто чтобы почистить здесь все от пыли и какой приятный момент я обнаружил имеется еще один пылевой фильтр и он тоже на магнитах вот никто в обзорах это не показал смотрите какая прелесть какая прелесть просто и все это удовольствие ребята за 3200 рублей сравнение с глухим корпусом nzxd в котором просто жаркая видеокарта задыхалась и который стоит в два раза дороже блин понятно за что наверно за бренд то есть здесь все классно качество покраски стыков завальцовки краев вообще вот они прекрасно все завальцованы даже нет никакого намека на то чтобы где-то нужно поцарапаться все просто отлично молодцы ребята вот такие вещи нужно делать конкурентоспособные и недорогие отличный корпус так все переходим к блоку питания и так под леднек и для этого корпуса это даже избыточно я думаю что от x корпуса большие не хватает вот так смотрите длина для процессорного кабеля еще не хватает несколько раз вы даже сюда запустить для сюда тоже пойдет тоже все хватит поэтому никакой короткой длины кобелей здесь просто вещи быть не может маленькая-маленькая придирочка показалось странным наклейка получилось кверх ногами но это абсолютные мелочи вот здесь у нас остается еще дополнительное место для укладки кабелей лишних сюда за счет того что блок короткий это плюс дополнительный плюс вот больше показывать особо пока нечего поэтому данное видео пока прекращаем дальше уже непосредственно саму сам компьютер когда уже будет материнская плата будет работать спасибо за просмотр если видео было вам полезным ставьте палец вверх и обязательно подписывайтесь на мой канал всем пока